Приветствую вас. Эпидситуация в Грузии заметно улучшилась. На 21 июня за сутки число инфицированных ковидом в стране увеличилось на 260 человек. Однако опасность еще не менявала. Общее число зараженных индийским штаммом коронавируса достигло 20. Эксперты опасаются, что вспышка начнется опять в Батуми, как в прошлом году. Но если у нас будет индийский штамм, то распространение будет сильнее. Запрет на передвижение в ночное время в Грузии с 23.00 до 4 утра предположительно снимут уже в этом месяце, в июне. Рассматривается и снятие ношения масок, но только в открытом пространстве, так как те люди, которые носили маски, практически не инфицировались. Скорый поезд «Эреван-Тмилиси-Батуми-Эреван» с пассажирами успешно прибыл в Батуми к открытию сезона 15 июня. Несколько пассажиров первого рейса были сняты с поезда из-за отсутствия у них ПЦР-теста. Напомним, что все въезжающие в Грузию граждане, независимо от вакцинации, должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до приезда. И на третий день после въезда в страну, все иностранные граждане должны пройти ПЦР-тестирование за свой счет. Тест также обязателен и для въезда в Армению. Основной поток отдыхающих в Грузии ждут с начала июля. Но уже в центре Батуми можно каждый день видеть тысячи людей, которые гуляют по городу, купаются в море и развлекаются на многочисленных аттракционах. Театр имени Шота Руставели едет в Москву на театральный фестиваль Чехова. На сцене театра Моссовета с 30 июня по 2 июля. Грузинские артисты покажут необычный спектакль по пьесе ирландского драматурга под названием «Конец игры» о последних минутах существования мира. В фестивале принимают участие театры страны СНГ и Балтии. Олимпийские игры в Токио должны начаться 23 июля. В Олимпийском городке построили 23 многоквартирных дома. Строительство обошлось свыше 430 миллионов евро. Удачи всем вам!